Те в Украине, кто критикует Зеленского, их тоже много, достаточно парохоботы, все начали кричать, вот, вот он нас дискредитирует, нашу политику, зачем он раздражняет НАТО, зачем он раздражняет Байдена, американцев и так далее, потому что он не профессиональный дипломат, вот если бы Порошенко, он бы такой профессиональный был дипломат. Ну, Порошенко, профессиональный дипломат подписал Минские соглашения, которые бросили Украину в пучину этой войны, это просто как факт, ну и у меня есть ощущение, что профессиональный дипломат Порошенко сбежал бы в первый день войны, мое личное предположение, может я не прав, да, а не сбежал он потому, что у него была подписка о невыезде, как мы помним, его не арестовали, он сидел под подпиской о невыезде, поэтому и уехать не мог. Но, если бы он был президентом, вряд ли бы он там сидел на банковой, когда в километре ездили танки, зная так и предполагая некоторые характерные черты. Но дело не в этом, дело вообще не в этом. И, как бы, смысл спора не в этом, дяковать или не дяковать, понятно, что если тебе дают что-то, надо быть благодарным, но требовать эту благодарность Великобритания, как мне кажется, тоже сильно не может. Сильно не может. И я вам сейчас покажу, почему. То есть, в 94-м году, я вам показал сейчас Леонида Кучева, был подписан Будапештский меморандум. По которому Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция, Россия, Китай и там еще, я не помню кто, гарантировали Украине территориальную целостность и суверенитет в обмен на второй в мире арсенал ядерного вооружения. Больше двух тысяч боеголовок в обмен на стратегические бомбардировщики, на стратегические носители, на огромное количество вооружения. То есть, Украина это все отдала, потому что Великобритания, которую представляет господин Волос, гарантировала суверенитет и территориальную целостность. И где эти гарантии сейчас? И кто перед кем должен извиняться? И кто кому должен кланяться? Это Зеленский их пожалел, потому что он мог сказать, слушайте, ребята, вы тут мне про какую-то благодарность, вообще-то вы обязаны были, обязаны, не то что я вас должен просить, умолять, обязаны были защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Вы это обещали, вы это подписали. Вы из-за этого забрали у нас оружие, которым мы могли бы защититься. И если бы мы знали, мы бы никогда это оружие вам не отдали, вообще никогда. Потому что отдали, получается, взамен на воздух, и вы сейчас еще нам сверху рассказываете про... Ой, какие вы неблагодарны. А вы благодарны? Вам поверили? Вы обещали и гарантировали? Ну ладно, Россия, она не соблюдает ни одного своего международного соглашения за всю историю, я не знаю, чтобы она соблюдала международные какие-то соглашения. Это не страна, где вообще существует право как таковое, да. И это фейл-стейт, это там... Мы еще к этому дойдем, да, но там банды шастают от Ростова до Воронежа к Москве. Вот, Стенька Разин и остальные отдыхают. И Емелька Пугачев. Но вы-то, Великобритания, вы же это подписали как международный документ, и теперь вы в 14-м году, когда нас кинули вместе с Обамой, да, когда Россия отторгнула, аннексировала, оккупировала Крым, вы промолчали, хотя вот, вот вам этот меморандум. И теперь вы еще говорите, а что это, значит, нам не очень благодарны. Вам за 94-й год, за Будапештский меморандум, очень благодарны. Очень благодарны, что отобрали у Украины оружие, которым она могла защищаться. Очень благодарны. А теперь даете одну десятую от того. То есть, понятно, что если бы на территории Украины оставались ядерные, этот вот, щит, ну, никто бы никуда не полез, да. Ядерные державы между собой не воюют. Вот, сидела бы Россия тихенько и там точила бы лясы на государственном телевидении. Все. Она пошла только лишь потому, что у нее есть ядерный потенциал, а у Украины нет ядерного потенциала. И поэтому Украина не может применить доктрину сдерживания, либо ответного ядерного удара. Только поэтому. Ну, кто лишил Украину этого потенциала? И Великобритания, и США уговорили. И теперь они же начинают ныть. Ой, как это тяжело давать Украине оружие для защиты. Так верните ей тогда все то, что в 94-м году забрали. Будет не тяжело. Поэтому здесь на стороне, я на стороне, конечно, Зеленского, я считаю, что Зеленский еще мягенько, как бы, ответил и не стал бить по самому больному. Хотя, наверное, это предполагалось и имелось в виду. Но со стороны... Я понимаю, что Уоллес не работал в 94-м году. Это новое правительство. Новое правительство, оно как с чистого листа. Но Байден-то, извините, был вице-президентом у Обамы. И Байден прекрасно помнит, как они отдавали Крым. Хотя, по Будапештскому меморандуму должны были это дать гарантии безопасности. Не дали. И Байден был сенатором во время Клинтона, когда просто Украину развели как ребенка и забрали у нее ее оборонный потенциал, пообещали, вот мы такие крутые страны, мы будем вас оборонять, если что, будем гарантировать вам, если что, что они прогарантировали, где, в каком месте. Вот. Поэтому идет такой спор в сети. Понятно, что, как бы, Уоллес ему, ну, он пожал, что наш 11 часов ехал в поезде. И когда он приехал, ему вручили список того, что необходимо. Это так, как бы, было некультурно. А где же чай? А где же кофе? 11 часов в поезде. Ляка, люди там год уже, полтора, живут под бомбами, под ракетами. В бомбоубежище. Он 11 часов ехал в поезде, надорвался бедный, устал. Не ездил он никогда так. С украинскими проводницами. Измучился. Людей конкретные проблемы. Поэтому они на чай-кофе, да, понятно, что эти из гламурного мира, да, там, политики, вы видели на саммите, из мира, где, так сказать, я запиваю шампанским канапе, мир, где сейчас там с такой радостью, там, Тихановская вертится и так далее. Вот. От фуршета до банкета. Жизнь. И ему 11 часов в поезде, а потом конкретные генералы сразу говорят, нам надо вот это. Все, давай, ну, как бы, что тут размазывать манку по тарелке? У нас не хватает того-сего, пятого-десятого. Давай вот это вот и все. И его это вот, вот, возьмут неблагодарные, неблагодарные украинцы. Я бы вашу мать. Какого хрена вы у Украины отобрали оборонный потенциал? Вы. Чтобы потом Украине рассказывать про ее неблагодарность. Просто кинули страну на растерзание. Сейчас еще боитесь принимать в НАТО. И еще, значит, говорите, что вам недостаточно благодарят. Ну, вот, Зеленский наблагодарил. Наблагодарил сразу оптом. НАТО. Зажритесь вашими благодарностями. Спасибо.